Иного пути нет, гений, экономики и сверхразум, Алихан Смаилов прокомментировал рост цен на бензин и дизельное топливо в рамках антинародного проекта Министерства энергетики по повышению цен на бензин и дизельное топливо. Глава Кабмина сообщил, что правительство постепенно снимает контроль цен на бензин и дизельное топливо, поскольку в стране наблюдается дефицит топлива, связанный, с его слов, и безосновательно, чересчур низкими ценами. Он также отметил, что потребление дизельного топлива составляет порядка 370 литров на человека, в то время как в России показатель составляет 225 литров, а в Кыргызстане – 98. Премьер связывает это с ростом объема вывоза топлива в соседние страны. Но Алихан Смаилов тут явно не договаривает, так как не упомянул несколько моментов, которые в действительности влияют на стоимость топлива в Казахстане. Первое. Львиная доля казахстанской нефти экспортируется, что означает, что цена на внутренний рынок может быть повышена из-за нехватки собственного топлива. Второе. Стоимость топлива в Казахстане повышена из-за длинной цепочки посредников между производителями топлива и его продавцами. Третье. Также стоимость топлива в Казахстане повышена из-за высоких налоговых ставок, которые взимаются с производителей и дистрибьюторов топлива. Четвертое. Высокая стоимость переработки нефти в Казахстане из-за отсутствия современных технологий и оборудования, что также повышает стоимость топлива. Но не совсем умный премьер нашей страны продолжает настаивать на том, что наши, якобы, дешевое топливо работает на экономике соседних стран в ущерб собственным национальным интересам, и поэтому для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. «Иного пути у нас нет», — резюмировал гений экономики и нефтяного рынка Алиханушка Смаилов. Напомним, что ранее Антинародное министерство энергетики все же приняло решение повысить предельные цены на и так дорогой бензин и дизельное топливо на 11 и 20 процентов соответственно. Никак не нажрутся, твари.